Сежеин глядит по будущим, И влажен рабе Божий, Убрящих дящих. Сегодня мы продолжим знакомство с кратким курсом и сихарской антропологией, прочитанным кандидатом философских наук дьяконом Павлом Сержантовым, студентом Миссионерского института. Напомним, христианская антропология описывает изменения, которые происходят с человеком, идущим по пути спасения. И лучше всего об этом пути могут рассказать те, кто им уже прошел – христианские подвижники. Они оставили нам в наследие свои поучения, свой бесценный опыт, который стал ядром православной мистика-аскетической традиции. Об этом опыте отец Павел и говорит на своих лекциях. Говорит о том, что на пути спасения человеку приходится восходить на вполне конкретные аскетические ступени и на каждой из них действовать определенным образом и в определенном духовном устроении. Рассказав о первых двух ступенях, о покаянии и борьбе со страстями, на прошлом уроке отец Павел начал рассматривать ступень безмолвия. Безмолвие – это такое духовное состояние, при котором ум подвижника становится свободным от страстных помыслов, не отвечает на них, молчит. И продвигаться к высоте безмолвия необходимо последовательно и постепенно, в свою меру и в свое время. Любая высота и любое восхождение требуют от человека подготовки, внимания, терпения. Только тогда с ним будут происходить перемены, и он начнет относиться и к себе, и к миру иначе. Причем меняется человек не только потому, что что-то приобретает на этом пути, но и потому, что от многого на нем отказывается. И если этот процесс не прерывать, то впереди подвижника будут ждать еще большие преобразования. Вот мы говорили о перемене ума, покаянии, да? Вот мы говорим об очищении ума, о безмолвии ума, да? Дальше опять обратите внимание, преобразования ума продолжаются. Следующая ступень – сведение ума в сердце. Ум сходит в сердце. Это еще дальнейшее преобразование ума. В каком смысле? В нетелесном смысле, ну и в каком-то смысле в телесном тоже. Мы же… Антропология холистическая, да? Поэтому она по половинкам человека не берет. Она берет человека в целом. В подвиге, в преобразовании задействован весь человек. И его душевный состав, и его телесный состав. То и другое, да? Поэтому, ну говоря о сердце, нам прежде всего знакомо, сердце физическое, да? Но есть еще и сердце как средоточие ума, средоточие мыслей, средоточие эмоциональный центр, да? Вот это тоже надо помнить. Это иногда там называют духовное сердце. Вот. То есть и в материальном, и в нематериальном тоже смысле. Сердце – это центр человека. Всех, всех, можно сказать, всех, все, так сказать, там помыслы во всех разрядах. Всех разрядов мы можем найти, да? И умные, и эмоциональные, и умственные, и эмоциональные, и волевые, и там… Это там и средоточие всех эмоций, всех мыслей, всех пожеланий. И физические центры – это тоже, это очевидно, сердце – физические центры. Вот. Ум сходит в сердце. Такое выражение. То же самое, можно сказать, это чуть иначе, что ум соединяется с сердцем, да? Ум соединяется с сердцем. Вот. А до этого разъединен. Да? Понимаете? А то, что он разъединен, это нормально? Нет. Это ненормально. Это следствие грехопадения. Это грех разделяет человек. Грех режет человека все время. На части. Понимаете? Антропология сихасская, она рассматривает человека в целом. Он в целом задуман. Как единое целое. А грех все время… Грех все время разделяет, расчленяет человека. Одна часть человека восстает на другое, да? Ум думает одно, воля хочет другого, да? Эмоциональный фон совсем какой-то еще непонятно третий. Человек как бы одновременно стремится в разные стороны, да? Бежит в разные стороны. И вот ум соединяется с сердцем. Это очень важное преобразование ума. Потому что это воссоединение с сердцем, да? У Адама и у Евы до грехопадения ум был соединен с сердцем. Это потом уже, после грехопадения, они разошлись в разные стороны, да? Ум и сердце. А это воссоединение. Разъединение ума с сердцем, противодействия их друг другу, произошли от нашего падения в грех. Божественная благодать исцеляет сокрушенного и раздробленного на части человека, воссоединяет разделенные его части, воссоединяет ум не только с сердцем и душою, но и с телом, давая им одно правильное стремление к Богу. Когда это происходит, очень важный момент. Вот ум и сердце соединяются когда? Когда это замечено, когда это было подмечено, да? На молитве это происходит. Во время духовного делания это происходит на молитве. Ум соединяется с сердцем. И это связано с особой совершенно молитвой. Ну, она так и называется – умно-сердечная. Или просто сердечная она называется. Но сердечная молитва – это не значит. Такая, знаете, задушевно-плесовая такая, да? Немножко в таком балаганном, цветастом стиле. Не в этом, это как бы не в этом дело. Это застольном таком, что ли, да? Совершенно не в этом дело. Сердечная молитва – это вот речь идет о сердце не в ресторанном смысле, да, а в аскетическом смысле совсем другом. Вот. Умно-сердечная молитва – это ступень молитвы Иисусовой. Есть такая краткая молитва. И не просто одна из молитв, а целая большая практика, которая с ней связана, целый метод духовный, духовный путь, вот путь Иисусовой молитвы. Начинается этот путь, как и в любой молитве, с молитвы устной, да? Перед тем, как заниматься, мы сейчас с вами совершили устную молитву Царю Небесной, да? Взяли и спели Царю Небесной, правильно? Устами. Вот. Есть устная молитва длинная, такая, как Царю Небесную, а есть устная молитва короткая, Иисусова молитва. Она может быть и в пять слов «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или чуть побольше «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». 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 Начинается она, конечно, с устной, да? Вот человек произносит устами эту молитву. Вот. Если он в этом упражняется достаточно долго, с руководством опытного человека, да, он в этом упражняется, то от навыка она становится умной. Не в смысле высокоинтеллектуальной, а в том смысле, что ему уже уста не нужны для того, чтобы молиться, да? Он может молиться одним умом, то есть одной мыслью. Мысленно молится, а язык не шевелится, челюсти не шевелятся. Но этот навык, он такой чисто естественный, вы понимаете, да, переход от устной молитвы к умной молитве, да? Мы когда-то, может, читать учились, да, вслух, а потом почитали-почитали вслух, начали про себя читать. Это что, какой-то сверхъестественный процесс, нет? Вполне естественный, да? И здесь от устной к умной, это еще как бы, это тут ничего духовного такого особого нет. Духовная начинается со следующей ступеньки, да, когда умная молитва преображается в молитву умно-сердечную, или иногда ее кратко называют просто сердечная молитва. Умно-сердечная молитва или сердечная молитва. А следующая стадия, ну давайте ее сразу и обозначим, да, следующая стадия – это непрестальная молитва. Да я вам выписывал, вы узнаете, да, последние две стадии, вот, на доске, в прошлый раз я выписывал, на доске. Значит, умно-сердечная молитва. Что за практика такая? Понятная, очень практика в своей основе. На молитве, так же, как на лекции, очень важно внимание. Только на молитве оно еще важнее. Если на лекцию прийти и невнимательно слушать, да, то бывает, что что пришел, что не пришел, как говорится, с чем? Пришел, с тем и ушел. Вот, ну бывает такое, да. Вот, на молитве, да, если человек молится невнимательно, ну так вот просто проговаривает какие-то слова, да, то, понимаете, молитва же – это общение с Богом, да. Если я буду с кем-то вместо общения просто какие-то слова говорить, об какие, да, то человек сразу быстро поймет, что я не здесь, я не с ним общаюсь, да, и обычно теряет к этому интересы, говорит, ну ладно, я вижу, что вам некогда сюда. Вот, ну, личное общение, оно всегда не формальное, оно всегда там что-то за словами должно быть. Вот, если за этим произнесением слов ничего нет, то молитва, она не живая, да, она не представляет собой личное общение, она представляет собой, что чего-то прочитали, да, давайте вычитаем молитвенное правило, давайте вычитаем. Вот, можно прочитать? Можно прочитать. А можно помолиться? А можно и прочитать, и помолиться. Вот надо так прочитать, чтобы еще и помолиться. И внимание здесь очень-очень важную роль играет. И, конечно, вы понимаете, что молитву короткую внимательно совершать гораздо легче, чем молитву длинную. Да еще если эта молитва длинная, она там бывает такие сложные очень, да, с разветвлениями, с сюжетными какими-то линиями, да, с метафорами такими. Да там слова какие-то непонятные пойдут, да, надо словарь сбегать там, посмотреть. Вот, понимаете, это все как бы тяжелее, да, а молитва короткая, она легче. Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. И раз она легче, она не требует таких затрат, интеллектуальной энергии, да, вот, то она легче совершается. Бывает, человек пришел с работы, вообще вот никакой, вот все, да, то есть вот. Вот, ну, день тяжелый был, да, да, вообще вот, ну, нету никаких сил, нету, и голова ватная совершенно, да. И для него тяжело бывает, и вечернее правило, ну, что там, казалось бы, сложного. Ну, это вот, когда в форме, то ничего, да, а когда вот не в форме, да, когда уже устал предельно вообще, вымотан, да. Или температура, например, высокая, ну, самочувствие плохое, там, болит что-нибудь, да, бывает, что, ну, ничего в голову не идет, да. Вот, а это означает, что человек вообще никак помолиться не может? Нет, не означает. Почему? А что, Господи помилуй, это не молитва, что ли, да, что два-три слова, четыре-пять он что-то произнести не может, да, но если он их произнесет, вот то, что вот есть у меня чуть-чуть, да, осталось меня, вот я произношу, это молитва, да. А если я при этом попытаюсь что-то прочитать, ну, вообще никак, ничего, да, то я понимаю, что это не молитва. И что, тогда я молиться никак не могу, да, понимаете? Вот, а если я при этом произношу что-то небольшое, но вот у меня больше нет ничего, то это молитва. Вот как вдова, да, она принесла две лепты, у нее больше ничего не было. Но это пожертвование. И Господь его очень оценил, там, помните, он выше его поставил, чем там, богатые люди там, да, да, приносили много, а вот она принесла две копейки, а вот это, вот это, вот на это он обратил внимание, что вот это пожертвование, да. И вот когда у человека ничего нет, да, а он два-три слова говорит все-таки, несмотря на то, что можно было сказать, а, все, спать, до свидания. Вот, а он все-таки что-то говорит, это ценно, это его, это ему на пользу идет, это его, это преображает его, такое общение оно преображает. Может, а он ничего не почувствует, он ничего не почувствует, да, он ничего не почувствует. Он же в таком состоянии, что он вообще ничего уже не чувствует. Но тем остатком сил, которые он есть, он сказал несколько слов, и это уже все-таки молитва. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А чувства наши, ощущения наши, они на молитве не главное. Вот что мы при этом чувствуем, да? Вот там человек говорит, ой, а вот мне вот сегодня было так легко молиться. Так, и что из этого следует? Вот мне интересно, а что из этого следует? А вот другому соседу было тяжело молиться. Что из этого следует опять? Тоже вот какие мы, вот понимаете, это описание опыта. Следующий этап, это надо толковать этот опыт, да? Вот какие выводы мы сделаем из этого опыта? Вот это же интересно, да? А что мы из этого сделаем? Мне было легко молиться, значит, значит что? Бывает, что человек не договаривает, да? Но имеется в виду, что, значит, вот так вот, я благодатно помолился, так здорово, да? А вот, я такой где-то и молодец, там, и Господь меня так вот, немножко так, да? Вот, а рядом с ним стояло другое, а ему было наоборот тяжело. А кто его знает? Как тут вот, может быть, тому, которому тяжело, вот ему больше благодати, да? Потому что этому легко, как бы, да? Ему сегодня все дается, все, пожалуй, и внимание есть, да? И он сумел страдать. А тот продирается против течения, да? И в очах Божьих, может быть, вот то, что он против течения, гораздо больше, да и наверняка больше. Так что, да, так что сложно сказать, действительно. Вот один налегкий, а другой с нагрузкой, да? Так что сложно сказать, как это в очах Божьих? Как это, что дается в одном случае, в другом случае? Мне сегодня легко молиться, и я буду молиться. Завтра мне тяжело будет молиться, и я не буду молиться, потому что мне тяжело. Да это ошибка на самом деле, то, что вот я не молюсь, потому что мне тяжело. Но меня не идет. Во, и надо, надо вот, когда не идет, и надо как раз, да. Вот, потому что когда не идет, я себя преодолеваю, я себя, свое уныние, свою лень, да, я тут вот работаю. Вот, а когда оно, когда оно идет, то тут как бы нашего участия мало, и вот я не знаю, как тут, во мне что-то сильно происходит или не очень сильно происходит. Я под горочку иду, да, или я в гору иду. Так получается так, что я, как бы, я только под горочку буду идти, а в гору я не буду идти, да. Мы сегодня немножко по городу прошлись, да, под горочку там есть, в гору, да. Вот. Ну и что, я буду выбирать эту дорогу, да, вот куда она, где тяжелее, где полегче. Сюда я не пойду, вы давайте меня на руках несите. Ну и что это такое будет? Прогулка, не прогулка? Правильно это, неправильно, да. Если нам что-то тяжело дается, это не значит, что толку никакого нет от этого занятия. Если каких-то ощущений нет, особенных и приятных, да, это не значит, что молитва не имеет никакого плода. Просто этот плод, он может, мы его не обязательно, мы его ощущаем, да, не обязательно он ощутим. И сказал Иисус, Царство Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Переживания на молитве не являются критерием молитвы. Нет, в исиханской традиции этого нигде нет. Что если вот ты встал на молитву, и тебе легко, то значит благодать тебя посетила, и все нормально. А если ты встал на молитву, то тебе тяжело, то значит ты большой грешник, и давай это сам. Вот, то есть и благодать тебя вообще не посетила. Ну я не знаю, я много читал, но я нигде такого не встретил. То есть такой однозначной трактовки у опыта нет. Если ты делаешь какое-то... Знаете, как я слышал, так люди говорят. Вот я начал делать это дело, вот пошел там, да, молебен отслужил, и потом все так пошло, пошло хорошо, вот это сам Господь помогает мне. Значит, воля Божья есть это дело. Потом, этот же человек через пару лет может рассказывать, что вот я начал делать какая-то новая затея такая, да, вот пошли молебен отслужили, ты знаешь, такие препятствия пошли, но все бесы ополчились, но ничего, мы до конца довели, потому что, конечно, воля Божья есть, а им не нравится бесам, а они ополчились. Так, минутку. Или так у тебя, или наоборот у тебя. Потому что, да, мы, понимаете, мы интерпретируем очень легкомысленно эти вещи, да. А они могут быть гораздо сложнее, мы это не просматриваем, на самом деле. Может быть, и то первое дело, оно не совсем волей Божьей было, а может быть, второе как раз было волей Божьей, хотя и было тяжело. Может, наоборот, никто не знает. Я же тоже, я не могу сказать, что ты сказал неправильно, а я тебе сейчас скажу, как правильно, да. Но я могу сказать, что, ну, это слишком как бы легкомысленная такая трактовка, очень однобокая. Ты взял мало слишком, да, тут мало за что зацепиться, чтобы сделать какие-то выводы. А мы очень часто пытаемся, ну, как-то слишком быстро форсировать выводы. И причем всегда в свою пользу. Я тогда, видишь, до конца довел, и как сам Господь мне помогал. А здесь мне бесы мешали. Может быть, и не бесы мешали, может быть, другое что-то, какие-то другие причины были. Вот, на молитве ощущения не главное. Ощущения могут быть, ощущения могут быть очень разные. Как их интерпретировать, большой-большой-большой вопрос. И не всегда, он не всегда разрешимый. Когда неразрешимый, ну, значит, мы ставим в скобки и в стороночку. Вот что-то было, вот я описать могу, а как это понимать, я не знаю. И я на этот опыт не опираюсь, я на нем дальше не строю, да. У меня эта цепочка, она у меня оборвана, все. Дальше живем. Эпизод закончился, дальше живем. И урок закончился. Дальше перемена. Все. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.